Нью-Йорк. Середина 20-30-х годов прошлого века. Эпоха раннего джаза, черно-белых мюзиклов, знаменитых больших оркестров и биг-бендов. Звучит музыка Бенни Гудмана, артист-шоу Глена Миллера и люди пускаются в пляс. Так зарождается самый популярный танец – свинг. Музыка стирает расовые предрассудки, все двигаются вместе в одном ритме. И по сей день свинг считается одним из самых распространенных музыкальных и танцевальных стилей в Америке. Принято считать, что каждый американец должен знать движение свинга. Он достаточно простой. Ритм этого танца – slow, slow, quick, quick, что означает медленно-медленно, быстро-быстро. Включает в себя различные повороты партнера, партнерши. Параллельно свингу зарождается целый ряд танцевальных стилей – линди-хоп, чарльстон-шек. Молодые люди с готовностью окунаются в атмосферу свободы и эмоциональности, которую предлагает джаз, и выплескивают свою энергию на танцполах. Сейчас наряду с латиноамериканской программой свинг существует как отдельная категория, правда здесь особых требований к танцору не предъявляется. Там нет определенных конкретных фигур, больше это танец для забавы. Как партнер поведет, какой поворот, такой поворот партнерша должна исполнить. Взаимодействует, естественно, вся мышечная система, как в любом танце. В Америке со свингом связана давняя традиция. Когда ежегодная неделя родео подходит к концу, главные улицы перекрывают, чтобы люди смогли станцевать любимый танец. Со всех сторон звучит живая музыка, повторяются движения и начинается масштабный флеш-моб свинга. В Америке большинство взрослые пары танцуют, так как для деток это пока что еще может тяжело, может неинтересно. Но начиная от 16 и старше все танцуют этот танец. У меня много учеников, возрастная категория от 50 и старше, кто хочет учиться именно этому танцу, обучаться. Профессионалы говорят, если базовые шаги свинга можно освоить за пару месяцев, то искусству импровизации можно учиться всю жизнь. Это и притягивает многих к этому виду танца.